Ямальский опыт по внедрению механизма государственно-частного партнерства для реализации масштабных проектов может быть полезен для всех регионов, в том числе для Коми. Мой коллега Роман Истопин воспользовался возможностью прямой линии губернатора Ямала и спросил, доволен ли соседний регион схемой консессии. Это когда подрядчик строит социальный объект в закровные и лишь на стадии сдачи в эксплуатацию государство начинает постепенно, в течение многих лет, частями возмещать понесенные частникам расходы. Постепенно выкупая его. При этом, конечно, теряет на процентах. Получается, как во взаимоотношениях обычного гражданина и банка, только кредит фантастически большой, а заемщик самый надежный. Оправдывает ли себя, на ваш взгляд, схема консессии? Ведь понятно, что с одной стороны найти средства единоразово порой невозможно, а с другой регион встает на проценты. Мне, как жителю соседней республики Коми, недавно побывавшему на медиафоруме в Сельхарде, очень интересно узнать, а каким же будет мост через Обе. Тоже в плане консессии. Мы здесь очень надеемся, что это даст старт и нашему Белкомуру, проекту, по сути, гораздо менее затратному, чем северный широтный ход. Спасибо. Популярен мост через Обе. Роман, на самом деле, поднял в конце тему тоже важную, касаемо наших мегапроектов. Это не только проект Ямала, это проект всей страны. И северный широтный ход даст дополнительное дыхание в северо-западные регионы страны. Коми, дальше Вологда, вплоть до Балтийских портов. Это маленькие, особенно, города, поселки, которые вдоль железной дороги, плюс 25 миллионов тонн груза в год. Это существенная прибавка, это совсем другой темп жизни. Ну, вопрос был про концессии, про проценты. На самом деле, это не только про экономику проектов. ГЧП, которые мы активно развиваем, я лично этими проектами занимался. Это у нас концессионный северный широтный ход, у нас концессионный аэропорт. Мы вчера запустили Пуровский мост, тоже концессия. Что называется, руку уже набили. Здесь, помимо экономики, еще есть ряд таких принципиальных преимуществ. Например, оплата идет по результату, нет авансов. Максимальная мотивация в самом начале пути сделать один раз и так качественно, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Что бы мы ни делали на государственных стройках, все равно эти все наши проблемы неизбежны. Приемка в конце года, закрыть глаза на что-то, либо просто не хватит контрольных мероприятий, чтобы убедиться в качестве. Здесь внутренняя заинтересованность того, кто сейчас реализует проект, сделать все раз и навсегда. У нас появление северного широтного хода, в проект которого входит и строительство моста через Зобь, связывают с загрузкой мощности и модернизацией действующей железной дороги внутри самой Коми. Это и ее расширение вдоль всей протяженности, и увеличение скоростных режимов для поездов и новые рабочие места. Часть добываемого в Сабета, есть и другие месторождения, которые сегодня, к сожалению, кроме как с железнодорожным путем вывозиться не могут. Поэтому 9,5 миллионов тонн – это сразу дополнительный грузооборот через Северную железную дорогу. Это 9,5 – это сразу. А до 1935 года – это 20 миллионов тонн. Понимаете, да? То есть мы сегодня, если говорить так в целом, чуть меньше 50% у нас загрузка. Мы сегодня пытаемся всячески увеличить и наращивать соответствующие объемы. Если бы Белкомур, конечно, построен хотя бы северный участок, это еще дополнительно увеличило бы загрузку. Проблема в чем? Почему я так бьюсь за Белкомур? Я скажу очень просто. Да, что касается северного железного ухода, нам тоже нужно сделать расшивки, нам тоже нужно построить на определенных участках вторые пути, нам тоже нужно построить вставки, нам тоже нужно построить определенную инфраструктуру и увеличить количество рабочих мест на тысячу человек. К слову, Белкомур – всего лишь одна из трех мегаидей последнего 20-летия. Истинные цели у республики гораздо глобальнее – стать логистическим центром сразу для нескольких выходов к Северному морскому пути. Об этом глава говорил во время своего апрельского доклада Госсовету. С учетом обозначенных президентом России приоритетов по развитию Арктики и увеличению грузовой базы Северного морского пути, правительство республики отстаивает на федеральном уровне реализацию проектов по развитию транспортной инфраструктуры, образующей опорный транспортный каркас. Этот опорный транспортный каркас состоит из железнодорожных магистралей Соликамск-Микунь-Архангельск, Сосногорск-Индига и Воркута-Усть-Кара. Очевидно, что и выход к Архангельску и к Порту-Индига через Сосногорск, а также на берег Карского моря через продление ветки от Воркуты – проекты важные, но затратные. Именно концессия могла бы оказаться драйвером ситуации. К слову, наступательное оживление месяц назад им задал соседний Ненецкий округ. Губернат Александр Цибульский сообщил РИА Новостям, что после того, как Руснефть не смогла получить разрешение на экспорт жирного газа в регионе и вышла из проекта Порта-Индига, появились, цитата, «крупные инвесторы, которые рассматривают территорию округа для выхода на Севморпуть». Рассчитан он будет на экспорт углей Кузбаза. Сюда могут потянуться удобрения из Пермского края и лес из Коми, отметил он.